Мы искренне рады приветствовать вас, наши дорогие друзья, все, кто посоединились к просмотру и этой трансляции, посвященной темы «Покой в Иисусе Христе». Мы искренне желаем, чтобы изучение Библии наполнило сердце каждого из вас истинным миром, покоем и уверенностью в том, что Бог знает о всех переживаниях, ваших заботах, управляет и меняет. Мы благодарим, что вы не только смотрите, но и делитесь просмотрами своими друзьями. И всякий раз, когда вы нажимаете кнопку «Нравится», «Поделиться», когда вы копируете ссылку и делитесь в социальных сетях, в мессенджерах, круг людей, которые обретают познание о Боге, и, соответственно, «Покой в Боге» расширяется благодаря вам. Поэтому это вы можете делать и прямо сейчас, сегодня. В нашей студии приглашены мои друзья. Это семья Булгак, пастор Руслан и его супруга Татьяна. Несколько дней тому назад ваши дети пошли в лицей, в школу. Что чувствуете? Это вам дало больше покоя, что они уже не дома, а за партой? Или стало причиной каких-то новых переживаний? И вообще, кто больше переживал? Вы или дети в связи с учебой? Наверное, мы как родители больше переживаем, потому что нам очень важно, как они устроятся, как их воспримут в этом классе, как будет их успевать. Новый класс, новая школа. Наши ребята начали в новый класс, новый руководитель, новый коллектив. Поэтому мы переживаем, как же они будут в новом коллективе и что их ждет дальше. Они говорят, что вы не переживаете, но мы тоже понимаем, что они переживают. Я думаю, что не только переживают тех, кто в новом классе, в новой школе, но и всякие родители, каждая мать, каждый отец переживают и думают о безопасности, о здоровье, о успеваемости, о влиянии, которые оказывают на них другие дети. Поэтому я приглашаю, чтобы мы свои переживания родительские вместе с нашими онлайн-дразьями принесли к ногам нашего Господа, потому что в его руках все. И в том, что наши дети. Помолимся. Отче наш, мы благодарим Тебя, что Ты являешься нашим Богом, что Ты тот, который нас искупил, тот, который нас хочет видеть с собой рядом. В эти часы, Боже, мы просим Тебя, Ты видишь наших детей, Ты видишь, в каких классах они, учителей, коллектив. Ты видишь, что они хотят учиться. Кто не хочет, дай силы, чтобы они могли учиться, чтобы участь, могли вливаться в жизнь, могли проявлять себя как Личность и проявлять те дары, которые Ты даёшь каждому из них, чтобы они могли и развиваться и умственно, и развиваться и духовно, чтобы люди, видя наших детей в школах, люди, видя стремление наших детей к чему-то, мысли, цели, чтобы они могли видеть, что это особенные люди и могли видеть Тебя в наших детях, чтобы они видели и хотели быть в том же, быть ближе к Тебе и быть Твоими детьми. Боже, просим, Ты не оставляй никого и будь прославлен в жизни каждого из нас. Аминь. Аминь. Сегодняшняя тема посвящена 10-му уроку «Субботний покой». Было ли в Вашей жизни ситуации, когда Вы что-то теряли? Ну, было такое, начинаешь искать какой-то предмет, какую-то вещь, волнуешься, переживаешь, а потом находишь её, и оказывается, что оно может быть на самом таком видном месте, а ты этого просто не видел. Забыл, а потом вспомнил. У нас так недавно, мы переехали с одного места жительства в другое, и нужно было решать вопросы с документами, а для этого нужны паспорта. И мы ищем, находим одни паспорта, вторые, третьи, но те, которые нужны, мы никак не можем этот паспорт найти. И мы переживаем, куда же мы его дели, неужели мы его потеряли, что нам делать? И мы уже расстроены, садимся в машину, чтобы ехать дальше, решать вопросы, но мы едем, но у нас-то паспорта нет, чтобы решить вопрос. Садимся в машину, открывая бардачок, чтобы в воду положить бардачок, смотрим, там паспорт. Что чувствовали? Такая радость, такое облегчение, что вот, мы нашли то, что мы искали давно, и очень тщательно искали, а оно оказывается вот здесь, вот оно ждёт нас. Бывает, что ты должен найти, а бывает, что нужно вспомнить, вспомнить, где положил. И бывает так, что помолишься, и Бог показывает. Ведёт туда, именно где оно лежит, или где оно находится. Было такое случаю в моей жизни, когда мы поехали в гости к родителям, на машине, а ключ я не мог найти, то есть просто завести машину, открыть. И искали, 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 не нашли. Всё, подмели, вымыли, всё, что можно было, не нашли. Поехали в другой город, сделали дубликаты, настройки, то есть немало средств было вложено. А потом просто начали, где могли этот ключ, и вспомнили. И он был на самом... В бедном месте. В бедном месте. Он был в кармане брюк, которые повесили в шкаф, и не думали о том, что он может быть всё время там. И когда ты вспоминаешь или находишь, то радость как будто... Золото нашёл. Золото нашёл. А всё было так просто. А это всё было просто. Бог дал вот этому человеку вот этот дар, дар памяти. И когда мы вспоминаем о прошлом, и когда оно что-то связано с прошлым, хорошее, то это помогает нам в настоящем обретать успокоение и с уверенностью смотреть в будущее. Я читал историю о евреях, которых везли в товарном вагоне поезда, большого эшелона, и всех с гетто собрали, согнали. Настолько было много этих людей, что они, говорит, стояли, поддерживали друг друга. Было холодно, было голодно, и кто-то умирал. Запах смерти, испражнений, отчаяние. И в определённый момент уже наступала суббота, пятница наступала суббота, и у одного из евреев, пожилого мужчины, оказалась в одежде припрятанная свеча, субботняя свеча. То, что он схватил из дома, то, что они зажигали со своей семьёй в субботу, когда они пели, когда они кушали, накрывали белой скатертью стол, он достал эту свечку, он зажёг, прикрывая от сквозняка, прочитал молитву специальную. И люди, которые там были, когда они увидели вот эту свечку и вот эту мерцание, свидетели говорят, мы вспомнили дом, мы вспомнили семью, мы вспомнили тот радостный день, когда мы всегда соблюдали спокойствие, безопасность в субботу. Где нам было хорошо. У них это ассоциировалось с чем-то. И радость, и мир, и покой наполнило наше сердце. Мы знали, что нас ведут убивать, но вот это воспоминание семьи, дома, которое было навеяно вот этой свечкой, изменило наше настроение. Удивительно, но в Библии четвёртая заповедь начинается тоже словами «Помни день субботний». И связано вот это воспоминание с тем, что Бог сотворил этот мир. О каких аспектах творений напоминает нам суббота? О чём напоминает нам суббота в связи с творением? Некоторые люди думают, что суббота должна напоминать нам о субботе. Но на самом деле суббота должна нам напоминать о том, откуда мы. Любой человек, когда бы он ни жил на этой земле, он сталкивается с этим вопросом и должен сам себе ответить на этот вопрос. Кто я? Откуда я? И куда я? Именно вопрос напоминания о субботе, о Творце отвечает нам на эти вопросы. И вот если мы прочитаем в книге «Бытие» 1.26 «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, и над всей землёю, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека». Дам дальше написано по образу своему. Кто мы? Кто нас сотворил? Это показывает нам на наше происхождение, это показывает на наше чувство собственного достоинства, что мы не плод какой-то случая или ближайшие родственники обезьяны, что, по крайней мере, унижает человеческое достоинство, но показывает нам, что мы благородного происхождения. Это возвращает нас. Ну и, наверное, этот аспект в то время, когда существует раса, дискриминация, когда одна нация предвосходит над другой, воспоминание о творении показывает о том, что неважно, какого цвета у тебя кожи, какой-то национальности, мы все от одной крови, мы братья и сёстры. Как воспоминание о творении важно сегодня? Как это может нам сегодня дать нам покой? То, что Бог сотворил нас за шесть дней, то, что Он является нашим творцом, о том, что мы созданы по образу, по подобию Ему. Насколько это важно для нас сегодня? Покой даёт нам Бог. И Бог говорит, «Я сотворил тебя». Заповедь начинается. Помни день субботний, помни, кто тебя, где ты был, кем ты был, и помни, откуда я тебя вывел. И Бог говорит, «Я твой отец, я твой владыка, твой самый близкий, тот, кто может быть». Он говорит, «Я люблю тебя, ты мой, я имею на тебя какие-то планы на тебя». Но Бог говорит, не только планы, но я тебя и благословляю. Если ты будешь иметь покой, ты будешь иметь благословение. Некоторые люди представляют себе Бога как часового мастера, который сделал часы, завёл их, и оставил, чтобы они сами по себе работали. А заповедь о субботе, она говорит, что Бог не только дал нам начало, но Бог, который заботится о том, чтобы его творение было обеспечено всем. То есть суббота говорит о Божьей творческой силе, но и о заботе отцовской для каждого, у кого Бог существует. Христос говорит о том, что в последнее время люди будут беспокоиться, переживать, беспокоиться о том, что есть что пить, во что одеться. И он говорит, будут беспокоиться те, кто не знает Бога, не знает отца. И не знает, что об этом беспокоится отец. Да, а он говорит, вы же подумайте, вы вспомните, что он создал, дал одежду лилиям, он знает, сколько волос у вас на голове. То есть мысль… Он даёт каждый день дождь, даёт нам солнце. Когда ты об этом знаешь, когда ты об этом помнишь, это становится источником внутренней уверенности и покоя, что Бог не оставит тебя голодным, голодным, что бы ни происходило, не оставит тебя раздетым. То есть помни, кто твой отец. Он всемогущий, добрый Бог, который о тебе заботится. если мы возьмём детей наших, почему они так спокойно засыпают на наших руках? Потому что они знают, что мы будем их держать, мы их переложим, когда нужно будет это сделать, мы их укроем, если нужно будет, мы защитим, поэтому они расслабляются и отдыхают. Спокойно. Расслабляются. Спокойно, что кто-то думает о них. ещё, как важно, что думает о нас Бог. Мы можем быть зависимы от того, что думают о нас люди. А люди о нас думают хорошо, когда у нас может быть образование хорошее, когда мы влиятельны, или когда мы красивы, материальные положения. А если ты этого ничего не имеешь? Зависимость от оценки других лишает человека спокойствия, мира. Какую оценку поставят, что скажут. Как мне выглядеть, что понравится всем остальным людям вокруг. А всем невозможно. Есть очень интересный мультфильм, ты особенный, очень яркий мультфильм, который является притчей, который отображает реальность современных вещей. Взаимоотношения. И там есть такой момент, когда мастер говорит этому человечку, подчинела, не важно, что думают другие о тебе. А этот человечек очень хотел, чтобы его хвалили, а у него не получалось. Он очень страдал от этого, не имел покоя. Он говорит, важно, что я думаю о тебе. Мастер говорит о своём творении. А я думаю, что ты особенный. И вот когда наступает суббота, она напоминает нам о том, что Бог думает о нас, что мы особенные. Ведь Он сделал остановку. Он остановился в своём творении не потому, что устал, а только для того, чтобы пригласить нас на эту территорию общения, собственностью которого он является, на свидание. И если бы нас, нас пригласил, мы бы получили приглашение от правителя какой-то мировой державы, но даже нашей страны, то мы бы почувствовали себя особенными. Нас пригласил президент. Бог говорит, вы особенные. Суббота не только указывает на дни творения. Второй раз мы слышим, как произносится в Одессе заповеди, когда Моисей вспоминает жизнь в Египте. И во второзаконии он указывает на причину соблюдения субботы как память освобождения из рабства. То есть, помни, что ты был рабом. В второзаконии 5.15 написано, помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокую, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдает день субботний. То есть, мотив соблюдения. Освобождение. Освобождение. Мы не были рабами в Египте, но по сути своей мы также можем быть рабами того или иного. И, подобно тому, как творение является проявлением Божьей творческой силы и без Бога бы ничего не произошло, точно так же и сам акт освобождения, спасения, избавления тоже является актом проявления Божьей силы. Здесь написано рукою крепкою и мышцею высокую. То есть, если бы Бог не сотворил, ничего бы не было. Если бы Бог не проявил свою силу, чтобы избавить, не было бы никакого избавления. Ты можешь почувствовать радость освобождения, только когда чувствуешь гнет издевательства. И чем больше гнет, тем больше это радость, праздник свободы. Чем больше гнет, тем больше согинает. Сегодня у нас другие могут быть угнетающие нас формы рабства, от которых Бог нас освобождает. И суббота может напоминать нам об этом освобождении. Мы можем находиться во власти, подобно тому, как и израильтяне находились во власти, египтян и не могли сами избавиться от этого. Точно так же каждый из нас думает, а зачем мне нужно соблюдать заповеди, что я был избавлен из Египта? Нет, я не был в Египте никогда в жизни, скажет человек. Но что говорит Господь? Вот в истории про Каина и Авеля есть такие слова, Бытие 4.7. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Очень часто мы признаемся именно в этой слабости, что грех господствует над нами, и мы сами не можем себя от этого освободить или избавить. Здесь написано «ты господствуй над ним», но мы чувствуем, что он господствует над нами. И поэтому это может быть какая-то зависимость, это может быть какое-то пристрастие, это может быть какая-то привычка в нашей жизни, которую мы не можем самостоятельно победить, даже если мы ставим себе какую-то определенную цель. И нам нужна сильная мышца Господня, рука Божия для того, чтобы нас оттуда избавить или вывести. Освобождение от греха. Суббота может быть также праздником свободы не только от греха, но и от попытки своими силами себя спасти. Ведь если мы шесть дней что-то делали, прилагали усилия, чтобы быть независимыми, чтобы быть сытыми, здоровыми, в субботу мы прекращаем все действия. И это особенно проявление веры для людей, которых день, год кормит, когда в один день жатвы может сохранить весь урожай, потому что на следующий день может быть дождь, который передает. Но человек останавливается, полностью доверяясь Богу. Как суббота может быть напоминанием нам от наших усилий спасти себя собственными усилиями. Когда человек думает, что делает, что не делает, как заслужить эту милость, благодать Бога, чтобы... Некоторые рассматривают субботу как определенный путь на небеса. Вот если ты соблюдаешь субботу правильно, тогда это гарантия, что ты будешь спасен. И поэтому люди думают о спасении, соблюдая субботу, и они находятся в рабстве. Это не дает им спокойствия, не дает им радости, мира. Люди считают, некоторые люди считают, что соблюдение субботы дает нам уверенность в том, что мы имеем стопроцентное спасение. Если мы соблюдаем хорошо, то мы спасемся. От этого уже начинаются другие проблемы. как соблюдать. Если я спасаюсь соблюдением субботы, значит, мне его нужно соблюдать так, чтобы я не нарушал. Можно ли мне это сделать? Можно ли мне то сделать? И мы обременяем себя теми законами, через которых мы думаем, что сможем иметь спасение. То есть мы думаем в субботу о себе и о том, как себя спасти. Что же сделать, чтобы себя спасти? Что нужно сделать мне, чтобы я был спасен? Это приносит беспокойство, потому что чем больше ты делаешь то, что нужно, тем ты больше понимаешь, что ты не все до конца делаешь. Вот история сотворения и история спасения, они очень схожи между собой. В каком плане? Когда Бог завершил все свои дела творческие в самом начале, наступил покой, наступила суббота. Это означало, что человеку нечего уже делать, добавить к тому, что сделал Бог. Бог сделал все. То же самое и когда в пятницу Христос умер на Голгофе, Он покоился в субботу, и это показывает на то, что ничего нам со своей стороны не нужно теперь делать для зарабатывания нашего спасения. Бог говорит, ты должен быть спокоен, что Я сотворил все, и ты должен быть спокоен, что Я все совершил для твоего спасения. Если бы Христос не все совершил, Он бы не мог покоиться в субботу. И мы тоже должны покоиться, что Христос все совершил для нашего спасения. То есть, чтобы войти в радость и покой субботнего дня, нужно принять с верой истину о том, что Бог нас спас. И Он нас любит не к того, независимо от того, кто мы, и что мы делаем или не делаем. Он любит по благодати, потому что у нас Творец. Наслаждаться субботой, не думать, что же сделать, чтобы не нарушить, а наслаждаться тем, что Бог дал нам субботу, чтобы мы могли встречаться, общаться вместе с Богом. Можно также сказать и про иллюзию брака, скажем так. Люди заключают некоторые браки, но фиктивные браки. То есть, в некоторых странах есть условия выдачи, получения гражданства, облегченные короткий пол. Быстрее можно получить. Если ты выженишься или женишься на гражданина этой страны. То есть, женился, свидетельство о браке, и уже через короткое время получаешь гражданство. И для того, чтобы получить, государство следит за тем, что настоящий ли это брак, или это не совсем настоящий брак. отношения у этих людей или они просто делают для того, чтобы... То есть, это формальный, фиктивный или реальный? Сильный брак или настоящий, религиальный. И люди хотят создать иллюзию того, что вот мы живём в браке, зубные щётки там, одежда какая-то совместная, чтобы видно было, что мы проживаем как бы вместе. И люди переживают, что же нам ещё сделать, как бы нам не нарушить то, чтобы не поняли, чтобы показать, что мы не так живём. Убедить других в своём счастье супружеском. Которого на самом деле нет. И вот когда мы не хотим показать другим, что вот мы соблюдаем субботу, что мы то не должны сделать, что не должны... Но мы, если у нас есть настоящее отношение с Богом, то мы будем соблюдать эту субботу, не зарабатывая эту субботу, но будем наслаждаться общением с Богом, общением с людьми, проявлять Божью любовь, чувствовать Божью любовь в нашей жизни. А если мы будем показывать, стремиться показывать кому-то, мы никогда от этого не добьёмся. То есть главное – это отношение. Если есть отношение, есть любовь, тогда ты уже не думаешь о себе и что нужно сделать, чтобы заработать эту любовь. Ты уже отвечаешь на эту любовь, и тогда ты можешь получать настоящую радость, наслаждение, праздник и покой. Ещё одно аспект субботы – это гостеприимство. В Библии есть упоминание о гостях. И суббота напоминает нам о важной части человеческой жизни – это гостеприимство. Как это связано? Ну вот Авраам, когда сидел у шатра, к нему подошли незнакомцы, он не знал, кто они, кто эти люди, зачем они сюда пришли. Первое, что он сделал, он их пригласил сесть, он им предложил воды. Говорит, подождите, сейчас мы приготовим еду, и мы накормим вас. Не зная, кто они, как, потом уже он понял, кто они, зачем они пришли. Но первое, и теперь, когда суббота наступает, у нас есть возможность общаться с людьми. До сих пор мы всю неделю работаем, каждый на своей работе, дети на учёбе, родители, каждый на своей работе. У нас нет времени так, чтобы просто остановиться и вздохнуть и сказать, вот, вот теперь мы можем, никуда не спеша, никуда не спешу, и теперь мы будем пообщаться. Дети рассказывают родителям их переживания или их радости, которые случились с ними. Родители не спешат, ага, рассказывай быстро, потому что мне сейчас нужно уходить на работу, меня уже опаздываю, меня уже ждут. Но гостеприимство, наверное, больше это связано не с членами семьи, потому что мы, они наши. гостеприимство, связано с теми, кто вне нашей семьи. Но вот на, на примере этого мы можем сказать, что вот когда мы приглашаем гостей к себе, в субботу особенно, да, это когда мы пошли в церковь, потом пригласили к себе домой людей. Есть выбор у человека, можешь пригласить, можешь не пригласить. Да, да, да. А если ты думаешь о себе, хочешь отдохнуть и напрягаться с тем, чтобы накрывать, почувствовать субботный покой, да, то ты никого не приглашаешь, сидишь, то есть ты находишься в таком блаженном, святом уединении, в размышлении, переходящее в сладкий сон. Но если ты хочешь и вкусил эту радость, и хочешь поделиться своими откровениями, опытами с Богом, или пообщаться с человеком, тогда ты приглашаешь человека, но это значит, что ты уделяешь время. И ты не думаешь о себе, чтобы отдохнуть, а ты думаешь о том, что же сделать этим людям, чтобы накормить их вкусно, чтобы им приятно было, чтобы они почувствовали твою любовь к этим людям. Есть люди, которые, допустим, они в церкви одни. Нет у них семьи. Да, может быть, одинокий человек. Я имел в виду, что иногда есть в их семье люди, которые не разделяют их религиозных убеждений. И когда этот человек возвращается домой в субботу, там вообще не праздничная. Они говорят, почему ты сидишь, мы работаем. А если его кто-то пригласил в гости, то этот человек чувствует тоже радость субботнего дня, что там никто не смотрит на него косо, почему он не помогает тем, кто работает. Для меня яркий пример вот этого субботнего гостеприимства. Но этот человек был не только в субботу гостеприимен. Это пасторская семья Бондарщук, Петр Григорьевич. Человек, его супруга Людмила Кузьминична, которые всегда готовились к приходу гостей. Каждую субботу они ждали гостей. И это были разные люди. И бывало так, что человек первый раз приходил в церковь, и они его приглашали. И этот человек впервые знакомился с христианством, заботой, добротой, искренностью, видя вот эту христианскую семью. Наверное, вы тоже это испытали. Я познакомился с христианством и с верующими людьми, видя такие, какие они есть дома. В их общении, их внимании, в заботе. Потому что одно дело, когда ты видишь в церкви людей, другое дело, когда ты видишь дома, в быту. И, наверное, суббота – это то напоминание о том, чтобы мы делились. Бог, Он сделал остановку, чтобы пригласить человека, разделить. К себе. Да, пригласил в субботу человека к себе. И для нас это пример, чтобы и мы могли приглашать других. И когда мы приглашаем гостей, те, которые, люди, которые еще не знают Бога, первый раз пришли в церковь, мы приглашаем к себе и эти гости, которые пришли, они смотрят, ага, вот так вот празднуется суббота, вот так нужно наслаждаться той субботой, радостью той субботы. А люди делятся своей радостью, и те люди, гости, которые пришли к нам, они принимают то благословение, которое Бог нам дал субботой. Блажение давать, чем получать, и когда ты делишься чем-то, то оно тебе приумножается. Но, к сожалению, современный мир, он показывает о том, что люди больше стали эгоистичны, они думают о себе. И в небольшом стихотворении Олега Григорьева говорится о том, как это гостеприимство проявляется, в том числе и в христианском мире. «Встаньте с этого дивана, а не то там будет яма. Не ходите по ковру, вы потрете в нем дыру. И не трогайте кровать, простынь можете помять. И не надо шкаф мой трогать, у вас слишком острый коготь. И не надо книги брать, их вы можете порвать. И не стойте на пути, ах, не лучше ли вам уйти?» Насколько гостеприимство является такой лакмусовой бумажкой, тестом, насколько человек обрел этот покой и радость субботнего дня и имеет отношение с Богом, которыми он хочет делиться с другими. Вообще, какой замысел Бога в отношении соблюдения субботы? Господь хотел встречаться со своим народом, хотел общаться с ним. И хотел, чтобы суббота служила человеку, а не человек, чтобы служил субботе. Что это значит практически? Я всегда это воспринимаю следующим образом. Я всегда задаю вопрос, что было сотворено раньше, человек или суббота, или наоборот. И все, кто отвечает на этот вопрос, правильно отвечают, что был сотворен человек, а потом была сотворена… То есть, в следующий день был суббота. Это означает, что суббота призвана была удовлетворить все потребности, которые есть у человека в общении, в физическом отдыхе, в духовном возрастании и так далее. Во времена Иисуса Христа настолько люди… Не суббота им служила, а они служили субботе, что когда его потребности были восполнены, допустим, этого человека, который лежал в купальне Вефезда, то эти люди не смогли даже порадоваться выздоровлению этого человека, потому что они строго следили за тем, нарушает он или не нарушает. Получается, что второстепенное вышло на первое место. То есть, они не имели радости соблюдения субботы не сами и не могли давать радоваться и другим. Спасибо. Пророк Исаия говорит о той атмосфере, в которой Бог желает, чтобы люди находились в этот седьмой день. Вот в Исаии 58 главе 10 тексте написано «И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень». И дальше, ближе к концу главы написано «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадой, святым днем Господнем, чевствуем». И дальше продолжает мысль. То есть, отрада – это счастье, это радость, это прохлада среди знойного дня в пустыне. Скажите, что убивает вот этот дух праздника? Почему мы очень часто не празднуем субботу, а соблюдаем? Почему мы не расслаблены, не имеем этот покой, это счастье, радость, о котором говорит Бог? Я думаю, что у нас есть страх. Это страх чего-нибудь не нарушить. И кто-то нам, наверное, навеял этот страх или воспитал нас в этом страхе. Мы не думаем об отношениях с Богом, с которыми мы хотим встретиться, а мы думаем о людях, которые наблюдают за нами. Если они нас видят, то мы соблюдаем субботу по одному. Если они нас не видят, наша суббота проходит по-другому. Страх перед людьми убивает радость празднования субботи. То есть мы пытаемся своими религиозными действиями заслужить одобрение наших единоверцев в том, что это благочестивый человек. И поэтому мы думаем о том, что делать или что не делать. То есть мы больше в субботу можем думать о себе, и это может убить эту атмосферу радости. Иногда, когда в церкви мы задаем вопрос, назовите, что нельзя делать в субботу, и что можно делать в субботу, то первый список всегда оказывается большим. Люди быстрее находят, что нельзя делать в субботу, чем то, что можно делать в субботу. Я думаю, что весь секрет радости заключается в том, чтобы мы сосредоточили свое внимание на том, что можно делать в субботу. И, безусловно, если мы будем заняты в субботу тем, что можно делать, у нас никогда не останется времени делать то, что не нужно. во-первых, и во-вторых, никогда не останется времени следить за тем, кто что делает и кто что не делает в субботу, потому что это будет наш праздник. Что делает в субботу праздником? Какие аспекты праздника мы находим в субботе? Ну, праздник, конечно, никогда не обходился без застолья. Поэтому Бог, вот в прошлом уроке мы изучали, Бог говорил, в пятницу собери в два раза больше. Он не предполагал, что они будут сидеть в субботу и ничего не делают. Даже кушать не будут в субботу. Будут ждать окончания этого субботнего дня, чтобы наконец-то покушать. То есть праздником делают общение, а общение, оно всегда ассоциировалось с застольем. И обычно, когда люди начинают общаться, тогда, когда поели и покушали, допустим, 10-15 минут, но еще 2-3 часа они все сидят и сидят за этим столом, потому что они общаются. Общаются, еда. Делятся своими радостями, узнают что-нибудь новое для себя. Вопросы задают. Вопросы задают. Но это после того, как они уже накормили свое, скажем так, тело. Поели. Поели, а потом же наступает еда, духовная еда. Человек наслаждается духовно. Человек не работает, наслаждается, отдыхается. Это тоже праздник. Каникулы – это всегда праздник. А когда каждую неделю у тебя наступает праздник отпуска или каникул, то это по-особенному наслаждение. Суббота – это не запрет, это праздник. Поэтому, когда мы празднуем, мы делаем все, что нам нравится. И если мы делаем то, что нам нравится, мы понимаем, что Бог так праздновал, Бог так наслаждался этим днем. И не думая о том, что я наступлю на эту сторону, а правильно ли я туда наступил? Или правильно ли я сделал? А когда мы знаем, чему Бог нас учит, что Бог от нас хочет, и какая нас награда ждет после этого, то мы по-другому будем жить. А как этот праздник для семьи, праздник для общения, как этот праздник может быть духовным праздником? Когда Бог вывел свой народ из Египта, освободил его, он освободил целую нацию, целый народ. Поэтому, когда один народ празднует, то есть это является праздником для всего народа, то тогда этот праздник является объединяющим фактором. Не так, когда я отдыхаю в воскресенье, ты отдыхаешь в субботу, а другой отдыхает в среду. Может быть, у каждого из нас день отдыха, но это не делает нас одним единым народом. Бог сказал своему народу, чтобы они праздновали. Если это праздник моей семьи, то есть еще много других семей, которые тоже имеют этот праздник. Поэтому нам самое главное вместе объединиться для празднования этого праздника, пойти вместе в храм, пойти вместе в церковь. Или, может быть, даже всей церковью выйти на природу для того, чтобы там поклониться Богу. Это, безусловно, будет объединяющим фактором, и мы будем чувствовать общность, принадлежность к этому народу, который разделяет точно такие же убеждения, и это будет внушать нам и на будущее, что мы должны быть вместе, мы единый народ. Ну, и, наверное, это является еще одним фактором, который дает человеку покой и уверенность. Когда человек думает, не оставил ли меня Господь, а почему у меня какие-то неудачи, проблемы, а он слышит опыт другого, который прошел этим путем, и он делится, как он прошел, как Бог ему в этом помог. То есть опыты других, и положительные, и негативные, они укрепляют нас в вере, они вдохновляют, они мотивируют нас. И совместные вот эти духовные встречи с церковной семьей помогают нам не только быть общными, едиными, но помогают нам обрести, укрепиться в вере, в благодарности Богу, тогда, когда мы вместе делимся опытом, вместе поклоняемся Господу. Завершая размышления над этим темой, суббота как напоминание, как источник покоя, скажите, как в Библии обозначена суббота, как знак, знамение, знамение между Богом и между человеком, его народом. Что это значит для нас сегодня? Знамением чего может и должна быть суббота для современного христианина верующего? Иногда знамение сравнивают с флагом. Конечно, флаг, он другим напоминает, не напоминает, а говорит, что ты от них отличаешься, если у тебя другой флаг. Но самое главное, о чём говорит флаг, к кому принадлежишь ты, к чему принадлежишь ты. И поэтому Бог говорит, это знамение в первую очередь между Мною и вами, а потом это уже будет знамением для других, кому вы принадлежите. Безусловно, суббота выделяет нас среди других вероубеждений или конфессий. Мы не можем сказать, что это не выделяет. Это обязательно выделяет. Но в первую очередь это показывает, что нас что-то связывает, с Господом. Поэтому, когда мы сегодня изучали Священное Писание, мы затрагивали эти аспекты. Суббота говорит нам, кто нас сотворил. Суббота — это знак. Знак того, что мы помним о своём происхождении. Знак, что мы помним, как произошло наше искупление. И ещё вот в Исход 31 там написано, помни, что я Господь, который освящает тебя. То есть я, это знамение моего освящения, что ты сам себя изменить тоже не можешь. И вот это знамение нашего освящения. То есть многогранное, многогранное. Если ты беспокоен, то ты можешь вспомнить, кто тебя сотворил. Это даёт тебе спокойствие если ты беспокоишься сама спасение помни что бог все сделал если ты беспокоишься о том что ты не можешь там себя изменить есть господь который освещает тебя спасибо библейские времена когда выступали своей ногой на земельный участок но это подтверждало ваше право на владение этим участком суббота она не принадлежит человеку господином субботы является господь но сегодня он предлагает каждому человеку вступить на этот участок во времени для того чтобы испытать благословение и чтобы как он делился благословениями исцеления надежды спасения с другими чтобы этими благословениями поделились и мы дорогие друзья мы приглашаем вас вкусить как благ господь вкушать это каждый день и особенно в субботу когда мы не думаем о том как заработать мы не думаем а об учебе а мы можем концентрировать свое внимание внимание на общении со своей семьей и с нашим господом подумайте а кого мы вы могли бы пригласить в свой дом в этот субботний день подумайте кого мы могли бы посетить может быть он голодный поделиться к куском хлеба может быть он больной находится в больнице помните когда мы помогаем другим когда мы делимся радостью и покоя с другими то этот покой во много раз увеличивается в нашем сердце пусть божественный мир покой и радость во многом сердце каждом сердце приумножится и всегда господь будет каждым из нас об этом приглашаю чтобы мы вместе молились отец наш небесный мы благодарны тебе за то что ты являешься нашим творцом за то что мы как человечество как люди вышли из твоих рук ты старался для того чтобы мы были совершенными господи благодарны тебе за то что ты являешься заботливым отцом ты знаешь наши нужды наши переживания и ты обещаешь обо всем этом позаботиться господи мы также благодарны тебе за то что суббота твой день святой напоминает нам о том что иисус покоился святой день тогда когда он умер на кресте для того чтобы мы были спокойны что ты совершил все для нашего спасения также благодарны тебе господи за то когда мы беспокоимся что мы сами не можем изменить себя ты приходишь чтобы даровать нам покой что ты господь освещающий нас благослови боже чтобы мы доверяли тебе благослови чтобы мы могли делиться этой радостью празднования субботнего дня с теми кто еще этого не знает во имя иисуса христа просим и благодарим аминь аминь всего вам доброго дорогие друзья до скорой встречи все до свидания господь за сохранить вас ну а и и и и Субтитры создавал DimaTorzok